Мужской климакс И есть ли надежда на возрождение сексуальной жизни? Об этом мы будем говорить со специалистом в области семейных отношений с семейным психологом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Итак, мужской климакс. Это понятие, достаточно недавно появившееся. Обычно мы знаем о женском климаксе, но о мужском климаксе как-то не слышали. Можете подробнее рассказать, что это такое? Что такое мужской климакс? Мужской климакс, точно так же, как и женский климакс, он представляет из себя действительно медленное угасание или старение организма. Вмешается количество тестостерона. Другие гормоны тоже меньше вырабатываются. Получается какой-то сбой в организме. Конечно, есть исключения, когда люди уже достаточно пожилого возраста, мужчины, они все равно так же бодры, крепки, им требуется достаточно мощная возможность для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Но это исключение из правила. В основном, нельзя же, говорят, что климакс это, ну или как бы в переводе климакс это лестница, идущая вверх, а потом спускающаяся вниз. И точно так же и у мужчин начинается перестройка организма. Начиная ранний климакс мужской, это 40 лет, вот так где-то в районе 50, как и у женщины, тоже точно так же. Начинаются такие не совсем приятные ощущения в организме мужчины. Начинается точно так же появляться потливость, точно так же слабость какая-то, даже чисто физическая. Естественно, что уменьшается сила мужского такого достоинства, что приводит мужчин в ужас, как правило, и они судорожно начинают думать, что же делать, почему они не считают себя достаточно сильными. И, как правило, во всех своих этих бедах они обвиняют жену, что жена в этом виновата. Потому что во многих случаях действительно жена тоже виновата, потому что к этому возрасту женщины как-то, они уже, им так сильно многое не нужно вроде бы как. Они не очень за собой следят, как-то, ну, вот начинают плыть просто по течению, не стараются быть более такими собранными, ухоженными. Ну и, естественно, что это приводит к достаточно неприятным последствиям, как для мужчины, так и для женщины. Скажите, пожалуйста, вот у женщин при климаксе очень подвижная такая эмоциональная сфера, то есть женщина очень часто может быть в разном настроении. Что происходит с мужской, с мужчиной во время климакса мужского в эмоциональной сфере? Ну, сейчас специалисты говорят о том, что это, получается, подросток наоборот. То есть то, что переживал подросток, мальчик в подростковом возрасте, то есть усиление чувства и усиление там эрекции, это утренние полюции и так далее, и так далее. И это, опять-таки, неуравновешенность, это неуравновешенность в строении, то мальчик, он вроде как веселый и жизнерадостный, то он, например, начинает грубить, он раздражается, он очень такой весь как колючка, с ним нельзя горбить, ему многие мамы жалуются, что это такое, в общем-то, совсем отбился от рук, вроде был такой покладистый хороший ребенок, а теперь вообще непонятно, что с ним творится. Вот то же самое получается и во время мужского климакса, это подростковый период, наоборот, то есть там идет возрастание, выбросы гормонального, бурный рост, даже бывает иногда незаразмерный, там руки, ноги растут очень быстро, за лето может мальчик вырасти, да, чуть ли не там до метра 80, до метра 95, будучи, там весной еще он был просто как ребенок, а уже к осени он приходит в школу, уже такой дядя такой. То же самое получается, но только наоборот. Естественно, эта перестройка, она вызывает и раздражительность, и замкнутость, и угрюмость, и придирки мужские, все ему не так, все его раздражает, он же не начинает придираться к детям, любая мелочь его приводит в очень такой вот взрыву какому-то эмоциональному. Тем более, что, к большому сожалению, ни мужчины, ни женщины зачастую об этом и не знают, и не подозревают. Женщины начинают возмущаться, не понимая, что происходит с мужем, они начинают там оправдываться, начинают как-то защищаться, лучше защита нападения, получаются конфликты, скандалы, которые очень сильно обостряются. И дают возможность мужчине как бы оправдать себя, что он находит себе кого-то на стороне, потому что, во-первых, более молодая женщина, она способствует вроде как опять взрыву эмоций и усилению потенции, потому что молодая и ухоженная женщина, она вроде бы как вызывает больше эмоциональный подъем, но, к большому сожалению, мужчины не знают о том, что вот этот взрыв, или как бы увеличение такой мощной потенции, оно приводит потом, наоборот, к ослаблению очень сильному, потому что этот, как бы, можно сказать, что израсходуется тот потенциал, который заложил мужчине, раньше, чем это должно было быть. Точно так же, как вот любители кофе говорят, вот, напил себе кофе, вроде как энергии добавилось, а потом такой идет какой-то, наоборот, упадок сил, точно так же и здесь. Вроде какой взрыв такой эмоциональный получается, да, там такой вроде как фейверк ощущений, к большому сожалению, потом это угасает, и, как правило, достаточно часто, если женщина умная, и она может простить измену мужа, он возвращается в семью, потому что понимает, что он, молодую женщину, которая вроде как его приняла, он больше не может ее удовлетворить, и начинается там недовольство. Вообще, слово угасание достаточно страшное слово для мужчины. Вообще, означает ли мужской климакс конец сексуальной жизни? Нет, конечно. Дело в том, что, опять-таки, угасание в каком смысле? В том, что, ну, действительно, человек стареет, то есть от этого мы никуда не денемся. Большому сожалению, таблетки от бессмертия, от смерти еще никто не придумал. Приходит время, и Библия говорит, это 70-80 лет крепости. Ну, есть люди-долгожители, которые проживают дольше, но пока еще, там, дольше 120, там, ну, в крайнем случае, 130 лет никто не доживал. Это данность, которую нужно принять и знать. И точно так же, как женщина, она стареет, точно так же стареет и мужчина. Но все зависит от того, каким образом он это воспринимает. И, опять-таки, это же не значит, что полностью потенция исчезает. Нет, конечно. Просто сила такая, нет такой, может быть, мощи. И, опять-таки, Господь удивительным образом заботится об этом. Если супруги любят друг друга, если они дорожают друг другом, то они находят более, может быть, спокойной формы общения друг с другом. Может быть, это не такая бурная страсть, но не менее красивая. То есть, мы знаем, что в природе есть разные времена года. Точно так же и в браке есть какие-то более бурные. А есть тихая осень, спокойная, красивая, но тоже очень красивая, с очень яркими красками. Если мужчина следит за своим здоровьем, если он правильно питается, если он физически тоже старается держать себя в форме, то эта гормональная перестройка происходит менее болезненно. Как правило, это от года до трех максимум длится. Это мужской климакс. И нужно быть действительно аккуратным, потому что в это время можно получить инфаркт, можно получить инсульт в это время. Потому что если мужчина, опять-таки, он озабочен очень сильно своей силой и пытается в сексе тоже проявить себя очень бурно, это может закончиться плачевно. Потому что организм не выдерживает. Опять-таки, нужно точно знать, что если у мужчины была очень бурная половая жизнь молодости с частыми сменами партнерш, как раз вот в этом периоде очень тяжело переносится. Намного тяжелее, чем, как вот было задумано Богом, у мужчины одна партнерша. Это исследование? Это исследование, говоря, да. Что, в общем-то, мужчина должен знать, молодой человек должен знать, если он хочет менее болезненно переживать мужской климакс и свое естественное старение своего организма, то то, что Бог заложил вот эти принципы, что была одна только женщина, она даст ему возможность более спокойно пережить и период угасания. Или не то, что угасания, просто период естественного старения организма. Это естественно. Но опять-таки, мужчина может оставаться бодрым, жизнерадостным, любящим мужем, если еще рядом будет понимающая женщина. Вот если женщина, она будет помнить об этом и будет помнить о том, что она всегда должна быть привлекательной, всегда должна быть ухоженной и всегда должна быть ласковой, то в это время, в это очень тяжелое для мужчины время, она должна унистерить свое стремление, она должна знать, что происходит с ее мужем. И, как правило, все-таки женщина моложе, ну, за редким исключением. Чаще всего все-таки браки так заключаются, что мужчина на несколько лет старше. Женщина моложе. И она очень должна быть чутка в это время. Она должна понимать, что да, ну, это время, это годы, то есть это естественно, то есть это не что-то такое противоестественное, это не какая-то трагедия, это нормальное проявление. То есть нужно быть особенно чуткой в это время. Может быть, меньше обижаться, давать возможность, чтобы мужчина ложился вовремя спать. Опять-таки все водные процедуры. Некоторым мужчинам хорошо попить, в общем-то, валерианку с пустырником в это время. Это очень хорошо, очень полезно. Очень полезно принимать как можно больше там водных процедур. Это контрастный душ, это ванна с сосной, с лавандой. Вот это очень хорошо, это помогает. Успокаивающе. Успокаивающе, да. Но ваши советы, они как-то входят в противоречие с такой существующей тенденцией сейчас. Наоборот, мужчины, достигая определенного возраста, да, ну вот возраста климакса мужского, они, наоборот, бегут в аптеки, покупают специальное средство, которое стимулирует потенцию, то есть возбуждают. Не считаете ли вы такой способ решения вот проблемы мужского климакса правильным? Я выскажу свою точку зрения, и это не только моя точка зрения, это, опять-таки, уже мнения специалистов, они разделились. То есть есть специалисты, которые поддерживают эту точку зрения, я не могу лукавить, я не могу говорить о том, что такой точки зрения нет. Есть специалисты, которые говорят наоборот, да, да, нужно пользоваться Виагрой, там еще там разными другими сейчас новшествами для усиления мужской потенции. И некоторые специалисты говорят, что да, это выход из положения, и мужчины, да, себя чувствуют хорошо, потому что действительно потенция, она искусственная, она усиливается, и все, в общем-то, вроде как нормально. Но я придерживаюсь другой точки зрения и другой части специалистов, которые говорят, что все то, что неестественно возбуждает мужчину, то, что стимулирует выброс гормональный, который, в общем-то, уже не должен быть, это, знаете, как подстегивание коня. То есть у него уже замедляется бег, но в какой-то мере это накопленная усталость. Но это, опять-таки, еще раз повторяю, это естественное старение организма, это естественное уменьшение гормонального фона. Это, опять-таки, может быть, бережное отношение к уже начинающим старающим органам. Опять-таки, то же самое сердце, то же самое, в общем-то, сосудистые всякие, в общем-то, проблемы, которые начинают возникать. То есть это увеличение, как бы, усиление риска гипертонии, потому что во время кризиса действительно гипертония может появиться, от резкого скачка этого гормонального может усилиться давление, повысится давление у человека. Это риск инсульта, риск инфаркта. Тем более, что и нервная система у человека к этому времени, она уже ослаблена. То есть стрессы уже, естественно, что они воспринимаются намного тяжелее, переживаются намного тяжелее, чем это было по молодости. И вот это усиление, выделение гормонов, неестественное усиление, которое несоразмерно с физическими силами человека, оно повышает риск возникновения инфаркта, инсульта, возникновения тромбоза, возникновения всевозможных гипертонических кризов. Это может привести к слабоумию преждевременному. То есть все то, что стимулирует силы организма вне естественного или естественной потребности организма, все может вызвать очень такие нежелательные последствия в будущем. Поэтому лучше бежать не спеша. Нет смысла... Стимулировать лучше, стимулировать свое физическое состояние. Вот это да. Ходить в снажерный зал, в общем-то, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, от алкоголя. Кстати, и курение, и алкоголь, они очень сильно понижают потенцию, очень сильно. То есть отказаться от этих вредных привычек, вести здоровый образ жизни, строить нормальные отношения. Жена должна понимать, что она играет сейчас очень ключевую роль в это время. И тогда вот этимная жизнь, она не будет хуже. Она будет просто расцвечиваться другими красками. Может быть, просто более спокойными, может быть, не такими бурными, но от этого не менее прекрасными, и не снижающие возможность человека быть счастливым. То есть он может быть счастливым в любом возрасте. Вы сказали одну обнадеживающую фразу, что мужской климакс имеет временные рамки. Совершенно верно. Сколько длится в среднем мужской климакс? Ну, максимум 5 лет. Это крайне. Это когда человек, ну, как раз вот Виагра может и увеличить количество лет. Когда он ведет беспорядочный образ жизни, климакс может увеличиться. Как правило, это максимально от года до, в эрю, максимум до 5. А потом все успокаивается, организм привыкает к новому гормональному фону. Да, конечно, тестерон не увеличивается, увеличивается выброс тестерона нет. Но просто организм привыкает уже к этому фону. И уже начинает работать в том новом режиме, в котором он есть. То есть перестройка произошла, и, в общем-то, все успокаивается. Мужчина успокаивается тоже, нервная система у него тоже, в общем-то, становится нормой, если не успел наделать глупости, в общем-то, в этот период. Все, в общем-то, в принципе, устанавливается. И он может точно так же быть счастливым, и точно так же устраивать свои хорошие отношения с женой. И жить дальше полноценной жизнью до поры, пока вот не придется уйти из этой жизни. То есть, по большому счету, получается, вот это время его нужно просто пережить, понимая, что идет очень мощная перестройка организма. Это не означает конец интимной жизни. Очень важно, чтобы мужчина, скажем так, заботился о своем здоровье, избавлялся от вредных привычек. Очень важна роль жены в этот период. А после окончания этого промежутка времени, в общем-то, все наладится. Да, все входит в свое русло. Спасибо большое. Я думаю, что вы успокоили просто колоссальное количество мужчин, на самом деле, потому что, достигая определенного возраста, мужчины действительно переживают о том, что с ними, с их телом, с их сексуальностью происходит что-то не так. Это вызывает нервозность и дополнительные стрессы. Спасибо, что вы развеяли эти опасения. И я думаю, что вернули надежду на хорошую, качественную жизнь для мужчин. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся. Людмилу Федоровну мы благодарим за эту программу. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова